Все флаги в гости к нам. Харьков принимал Кубок Украины и всеукраинский турнир среди юношей-юньоров по карате GKS. Однодневные баталии собрали в школе высшего спортивного мастерства «Аншлаг», подвести итоги уходящего года. И заглянуть в будущий сезон выразили желание 326 участников из 14 областей. Это плановое мероприятие, которое в свою очередь тоже точно так же имеет значение для отбора в сборную. И результат этого турнира учитывается при составлении сборной команды в следующем году. Кубок Украины проходит среди взрослых, это 18+. Но мы никоим образом не можем оставить без внимания наших младших спортсменов. Тем более, что это наш резерв, это наша опора. И, естественно, если мы работаем, то работаем в основном для наших детей. Харьковчане выставили самую многочисленную команду, которая в итоге оказалась и самой сильной. Отменив на время соревнований законы гостеприимства, хозяева выиграли общекомандный зачет. Старались все от мала до велика. Неоднократный победитель и призер чемпионата мира и Европы среди ветеранов, мастер спорта международного класса, заслуженный тренер Украины Владимир Караван подтвердил свой высокий уровень в ката. Немало повидавший на своем веку спортсмен выиграл кубковый трофей в возрастной категории 35 лет плюс. Наталья Семенченко сделала медальный дубль в девичьих соревнованиях. Воспитанница главного тренера спортивного клуба МИКАДа Сергея Мазалова одержала победу в ката и заработала бронзу в кумите в возрастной группе 12-13 лет. Было сложно. Девочка по уровню была, как я. И было очень сложно бороться с ней. По технике похожи были. Пришлось постараться? Да, очень сильно выкладываться пришлось. Как бы ты оценила уходящий год для себя? Ну, было много поражений. Особо не старалась на тренировках. Ленилась. Уставала постоянно. Учеба, тренировки, 6 раз в неделю. Под конец я очень сильно старалась, чтобы выиграть. Второе и третье общекомандные места заняли сборная Донецка и Сумской областей. Очередной спортивный год стал достоянием истории. И в целом для украинского каратэ ДжКС он получился успешным. Мы выросли в качественном плане. Мы здорово выступили на чемпионате мира, заняв третье общекомандное место среди 30 стран в Ирландии. Мы, как мне кажется, немножко выросли в организационном отношении. Ну и планируем продолжать наращивать темпы. Победитель недостаточно.